Я расскажу одну последнюю историю, внимательно слушайте. Был человек по имени Абу Мансур. Был человек по имени Абу Мансур, он был набожным человеком. Он всю жизнь поклонялся Аллаху, джалла вааля. И перед смертью он плачет. Дети окружили отца и говорят, папа, почему ты плачешь? А побоявшись смерти, он говорит, да. Дети сказали, папа, ты всю жизнь поклонялся Аллаху. И ты должен столько плакать, папа. Он говорит, да. Я боюсь, говорит, этой смерти, этой могилы. Ибо это место незнакомо мне. А кто-нибудь из нас был похоронен? Нам что же он незнаком, правильно? Так, теперь он говорит, ибо это место, с которым я еще незнаком. Умер Абу Мансур. Через четыре дня сын видит отца во сне. Сын говорит, папа, ты ушел от нас. Мы похоронили тебя. Мы потеряли тебя, папа. Ты расстался с нами, ты ушел от нас. Ушел к Аллаху, джалла вааля. И как Аллах тебя встретил, папа? Он говорит, дети мои, вы похоронили меня. Я встал перед Аллахом. И Аллах спросил меня, о Абу Мансур, разве я не давал тебе достаточную жизнь? Уважаемые братья, кому сорок из нас, кому пятьдесят, кому шестьдесят, кому семьдесят? Разве это недостаточная жизнь, чтобы мы одумались над тем, куда мы собираемся идти? Это достаточная жизнь. Абу Мансур, говорит, сказал, наам, я, Рабби, да, о, Господь, ты давал мне достаточную жизнь. Теперь, говорит, Аллах сказал, коли я тебе давал достаточную жизнь, с чем же ты ко мне пришел, о, Абу Мансур? Я, говорит, сказал, я, Рабби, я, Рабби, тридцать раз совершал хач, побоявшись тебя, тридцать раз пешком совершал хач, побоявшись тебя. Аллах утвердительно сказал, говорит, я не принял ее. Если Аллах не примет от нас хач, кто-нибудь может заставить его? Кто-нибудь может принудить его? Нет. Аллах, говорит, сказал, я не принял. Теперь, говорит, я сказал, я, Рабби, я сорок лет воевал против римлян, защитив твою религию, я, Рабб. Сорок лет я, Рабб, я воевал на твоем пути. Неустанно воевал, я, Рабб. И Аллах, говорит, сказал, тоже не принял, о, Абу Мансур. Ла-иляха, илля Аллах. Потом, говорит, я сказал, я, Рабби, шестьдесят лет ночами читал Коран, молился, а днем постился шестьдесят лет. Мало? Аллах, говорит, сказал, тоже не принят, о, Абу Мансур. Я, говорит, сказал, я, Рабби. Жил бедная, зарабатывал руками и потом. Однако я умудрился из этих денег сорок тысяч золотых динаров раздавать бедным на твоем пути, о, мой Господь. И Аллах, говорит, сказал мне, тоже не принят я, Абу Мансур. А нам это известно, что у нас примет, чтобы мы вот так гордо ходили по земле, не почувствовав соседа, брата, родственника, человека, животного. Помните одно. Чем человек становится ближе к Аллаху, тем он становится вежливее и нежнее. Чем человек отдаляется от Аллаха, он становится жестче и грубее. Это золотое правило. Дальше что? Аллах, говорит, сказал, тоже не принят, о, Абу Мансур. Ты отдавал это, сорок тысяч динаров, а я не принял. Потом, говорит, я, говорит, сказал, тогда, говорит, я потерпел неудачу, о, мой Господь. Делай, что хочешь, и я твой раб, а ты мой хозяин. Я твой раб, а ты мой хозяин. Аллах, потом, говорит, сказал, о, Абу Мансур, помнишь, как однажды ночью ты шел по улице в селе, где ты живешь. Ты наткнулся на булыжник, о, Абу Мансур. Я, говорит, сказал, да, о, мой Господь, я помню этот случай. Аллаху джалла вааля, говорит, сказал, и ты убрал этот булыжник с дороги, побоявшись, что кто-нибудь из братьев и сестер или животных потекнется и упадет. Там не было никого, о, Абу Мансур, кроме меня и тебя. И этот поступок тобою было сделано ради меня, о, Абу Мансур. Помнишь этот случай? Я, говорит, сказал, наам, наам, я раб, да, о, мой Господь. И Аллах, говорит, сказал, из-за этого я простил тебе, о, Абу Мансур, войди в рай. Аллаху акбар. Не ленитесь совершать богоугодные дела и поступки. Всегда старайтесь опережать братьев, творить добро. Не думайте, что это маленькое добро, а вот это тебя спасет. Всех благ наземных и загробных, пусть Аллах возвысит нас и простит бедных рабов своих. Акулу кавли хаза ва астагфираллах али валакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху.